Друзья, всем большой привет! С вами Юля. Сегодня я хочу рассказать о проекте Преображение, на который я недавно ходила. Кто на меня подписан в инстаграме, вы видели. Я там выкладывала в сториз, как мы подбирали мне новый имидж, новый стиль, новую одежду. И делала сториз непосредственно с финала, с фотосъемки. Да, если вы еще не подписаны, то подписывайтесь на мой инстаграм, потому что там я чаще показываю, что со мной происходит. И в принципе чаще появляюсь, чем на ютюбе. В последнее время так. Так вот, сегодня больше будет видео такого влогового, болтологического характера. Я покажу, что я там наснимала, как это было, потому что было очень круто. Я наполнилась просто новыми эмоциями. И очень приятно было общаться с людьми, которые действительно вот горят своим делом, которые любят свое дело. А хотя поначалу я держалась очень так зажата. Я побаиваюсь этих проектов, всяких там перезагрузок. На самом деле я зря боялась, все было очень круто. Наоборот, мне кажется, мне проект даже так немножко приподнял самооценку. Я проходила преображение на проекте в школе имиджей стиля Анны Белоусовой. Мой стилист это Ульяна Тараканова. И волосы, и новую стрижку, вот новый образ мне делали в салоне Сергея Суханова. Это для тех, кто из Волгограда, просто я знаю, что будут спрашивать. Я очень боялась, что мне сделают какую-то экстремальную прическу или образ. И еще я боялась, что вдруг меня там подстригут, знаете, ну под мальчика. Я пока что себя с короткой стрижкой не вижу. Вот мне кажется, мне сделали оптимально. То есть каре, кстати, у меня были мысли о том, не сделают ли мне каре. Я приехала на окрашивание. У меня сейчас свой цвет волос. Я очень давно не окрасилась. Вот такой мой инграрный цвет волос. Я извиняюсь за качество. Все это у меня под шапкой сейчас было. У меня сейчас Ульяна будет делать окрашивание. Она что-то там придумала по мне. Такое классное. Высылала мне фотки прикольные. Слово мелирование, наверное, уже не актуально, да, Ульяна? Да, мы мелирование не будем делать. Вот, будем делать растяжку. Она, во-первых, даст нам и объем. И не будет привязывать к салу на каждый месяц. То есть это как какие-то... Ходить будет очень долго, там до 9 месяцев. Ого, я даже не знала, что... Я думала, что любое окрашивание надо... 9, можно год даже ходить спокойно. То есть мы не будем все волосы осветлять. Мы сделаем какие-то акценты у лица немножко, там, такой росы мелкую. То есть сильный контур тоже мы не будем делать. Потому что если сейчас сделать такой грубый контур, то есть очень много светлого, все отрастать, тоже будет грубо. И каждый месяц будет видно. Ну все, я доверяюсь тебе. Поехали. Мне убрали длину. И на самом деле осветлили совсем немного прядок. Но визуально это выглядит так, как будто я прям сильно стала светлее. Мне очень нравится. Это каре можно носить как угодно. Я сделала немножко на бок. Можно на пробор. Можно немножко давать волну. Как вам? Спасибо большое Ульяне. Она вот такой вот сделала для меня образ. И ничего страшного не произошло. Меня пугали розовыми волосами. Но, как видите, ничего радикального не сделали. Но при этом вот совсем по-другому. Я смотрю, я даже сама это замечаю. Вот решила при дневном освещении для вас поснимать. Вышла из салона. Да, как видите, у нас такая прям погода, как ранняя весна. Несколько лет назад я что-то похожее пыталась сделать. И мне что-то так неудачно сделали. Я была какая-то рыжая. У меня пожелтела кожа. Мне испортили волосы. Причем, ну как сказали, ну а как же ты хотела? Может осветляемся? И сегодня вот у меня волосы абсолютно мягкие. То есть вообще волосы не попортились. Я прям довольна. У меня даже немножко как будто изменились черты лица. Я сегодня, правда, немножко опухшая. Не обращайте внимания. Но действительно как будто вот носик что ли. Не знаю, не могу понять, но что-то поменялось. И больше всего нравится то, что это выглядит натурально. То мы пошли по магазинам. Моей основной целью было пересмотреть мой гардероб. То есть опять же довериться людям, которые в этом постоянно варятся и лучше разбираются. Именно чтобы мне подсказали какую-то повседневную одежду. Потому что у меня образ жизни довольно активный. При этом я не являюсь офисным сотрудником. Мне не нужна больше одежда. Там рубашки, пиджаки. Мне нужно, чтобы это было удобно, актуально, комфортно. И еще у меня был такой критерий женственно. Да, да. Я боюсь таких пальто. Почему? Потому что мне кажется, что я в них как маленький мусор. Что мне как-то будет здесь вот увеличивать. Но мне кажется, что они на высоких делах. Нет, по-моему, я не такое мерила. С такими огромными. Там есть что-то. Это L мы взяли. Мы можем M купить. А, L, конечно. У меня либо M, либо M. Да, сладко. В принципе, как мне кажется, главный смысл вот этих походов со стилистами, чтобы вам дали новый взгляд, какой-то толчок. Ну, например, там по поводу джинсов. Я не могла вообще сориентироваться, потому что вот эти такие мешковатого фасона, там джинсы бойфренды, рваные джинсы. Для меня это вообще, я не ношу рваные джинсы. Я ношу уже много лет одну и ту же модель. Это джинсы такие просто обычные джинсы. Я бы их так назвала. Джинсы обычные, джинсы обыкновенные. Это и неплохо, но это немножко уже не актуально. Мне хотелось что-то более современное. И мне подобрали новую модель джинс, такую более актуальную, завышенной посадкой. Удачный очень цвет. Данима попался. И я считаю, что очень удачную юбку на проекте. Также вот когда мы вместе ходили по магазинам, очень удачную юбку я урвала. Здесь такой момент. Вот она мне очень нравится. Это прям юбка для базового гардероба. Женственная, классическая, со многими вещами сочетающаяся. Но я бы на нее не обратила внимания. То есть именно Ульяна схватила эту юбку. Давай сейчас померим ее с этим, с этим, с тем. И действительно, когда уже в примерочной я стала мерить, действительно да, мне все понравилось. По итогу я не так и много вещей купила. Ну, во-первых, у меня есть какой-то уже свой гардероб. Я не планировала прям там камаз вещей покупать. А во-вторых, какие-то вещи, которые купили, например, для образа, для фотосессии. Ну, например, мне не до конца подходит. Вот что-то типа того. Например, там были из Зары такие белые сапожки. Но там тонкая, высокая шпилька 10 сантиметров. У меня все-таки основной запрос. Это комфортная обувь, чтобы не переломать ноги. Потому что я реально много гуляю и с ребенком. И просто у меня бывает несколько встреч в день. И у меня действительно бывают такие дни. Не каждый день, конечно. Но когда я просто прохожу, знаете, там по 10-15 километров. Поэтому, конечно, на шпильке в 10 сантиметров тонкой я это делать, конечно же, не готова. Поэтому какие-то вещи мне дали наводку. Я как бы все поняла. Я для себя это все вижу, понимаю. Но мне вот нужно что-то в этом же стиле. Ну, например, более комфортное. Вот примерно так. В общем, по моему образу и стилю во мне больше увидели натурального вектора. Ну, кто интересуется, кто разбирается, вы сейчас понимаете, о чем я. Немножко, конечно, во мне увидели и от других. Там немножко драмы, немножко классики, немножко романтики, немножко наива. Но в основном вот был упор на натуральный вектор. И, соответственно, стилевые решения, образы мне тоже и одежду мне подбирали вот такую. Чтобы это смотрелось, естественно, мне было комфортно. Но у меня еще был запрос, чтобы это все-таки было как-то женственно. То есть каких-то спортивных, брутальных вещей я не смотрела. То есть категорически мы избегали каких-то острых, например, пиджак один мы мерили. Там были такие острые плечики. Мне такое не рекомендовано, потому что у меня черты мягкие. Ну, в общем, какие-то вот такие нюансы, до которых сам можешь немножко не сообразить, не дойти, да, там мне подсказали. Цветотип у меня, конечно же, зимний. Но это я и сама знала, потому что, ну, вы знаете, у меня на канале есть плейлист даже с разбором цветотипов. Я этой темой сама долго увлекалась. Но у меня такая зима не слишком холодная. То есть у меня основной мой показатель, основной мой вектор это контрастность. То, что белая кожа, темные волосы, темные глаза, очень сильная контрастность внешности, которая, в принципе, может выдержать и некоторые теплые оттенки. Но главное, чтобы они были тогда уж яркими. По светотипированию, что интересно, в этом узнала, что также все рассматривается в комплексе. И в том числе, когда определяют цветовую гамму, также берут в учет сам образ и черты лица. У меня черты лица достаточно мягкие. Образ тоже такой натуральный, естественный. Поэтому какие-то совсем уж жесткие, темные, такие тяжелые цвета. По этой причине это не совсем мое. Хотя черный, черно-белый, это все мне подходит. По макияжу, опять же, на мое лицо, мне дали совет краситься натурально, как бы все по чуть-чуть. То есть не делать каких-то очень-очень ярких макияжов. Хотя, как мне кажется, мне может пойти яркий макияж, если выделять глаза какой-то вечерний. Но вот на повседневку просто натуральный макияж, опять же, в связи с тем, что у меня, хоть я и зима, у меня мягкие черты лица. Поэтому какой-то жесткий контуринг у меня вообще противопоказан. Все должно быть таким мягким, натуральным. Все по чуть-чуть подчеркнуть. И, в принципе, что-то корректировать особо и не надо. Вот сейчас задала вопрос профессиональному визажисту. Ты чемпионка, да? Чемпионка мира. Чемпионка мира. Вот, по макияжу. Всегда ли стоит тратиться на какую-то дорогую профессиональную косметику? Просто мнение профессионала. Не всегда стоит тратиться. Просто вопрос в том, если ты визажист, то тебе нужно покупать все самое лучшее. Но самое лучшее не означает самое дорогое. А если ты покупаешь для себя на каждый день, то можно покупать что-то проще и дешевле. Это надо соотносить. Иногда есть качественные продукты за 500 рублей, иногда качественные продукты за 5000. И они могут вместе быть в одной косметичке и дружить эти там продукты. Да. То есть, ну, тональный крем, в принципе, сегодня можно купить неплохой. И за 300, и за 400 рублей. Ну, за 300, 400 нет, но в пределах 1000 можно спокойно купить на каждый день хороший тональный крем. Для работы визажиста, возможно, нет. А для себя, да? Да. В общем, нет. Спасибо. Друзья, мне выполнили макияж. Вот такой вот, достаточно естественный. Как видите, вот прям показываю поближе. Выделили все и понемногу. Ну что, готовимся уже к фотосессии. Мне сказали не трогать волосы. Вот здесь вот у меня такие серьги. Вот, это первый образ. Насчет этих джинсов я сомневалась, но меня убедили, что мне их нужно взять. Я, честно говоря, довольна. Они ноги вытягивают, и цвет очень красивый. Такой вот, но в целом образ довольно мягкий. Как вам? Мой финальный образ. Мне сделали кудряшки, крупные серьги и такое лаконичное однотонное платье. Совсем другая, не узнаю себя в камеру. Ну, в общем, как-то так. Спасибо моим стилистам за смену имиджа, за новые идеи на водке. Надеюсь, вам понравилось. С вами была Аня Белогусова и Ульяна Тараканова. Ну, если сказать пару слов, что в целом, вот какие рекомендации мне по стилю? Что мне самое главное? Как нужно поменять? Мне кажется, тебе нужно приобрести уверенность в собственной красоте. Потому что это замечательное, красивое, глаза искорятся, но по крайней мере сегодня мы это увидели. Ну, в общем, я так понимаю, мне двигаться в сторону такого натурального, романтичного образа. Я думаю, что ты можешь гулять по любым просторам. А в зависимости от целей. Если ты хочешь романтики, конечно, это натуральные, мягкие, романтичные образы. Он может быть и в цветах выражаться. Вот у нас пудра, да, мягкая, пластичная ткань, она как раз дает нам элемент романтики. Но докладные карманы и красотки дают нам динамики и спорты. Поэтому нам романтичная, современная девушка, которая живет такой активной городской жизнью, которая позволяет перемещаться в эту мобильную, удобную, комфортную. Ну, как-то так. Спасибо большое. Спасибо. Ребят, это были мои впечатления. Спасибо за просмотр. Пишите свои комментарии, как вам мой новый образ, как вы меня видите, да. Во что бы вы хотели меня одеть, если бы вы были стилистом. И был ли у вас такой опыт, то есть обращались ли вы когда-нибудь к стилистам, проходили какие-нибудь проекты, перезагрузки, преображения. Мне будет интересно почитать ваши впечатления. Но я думаю, что это не последний выпуск. Я думаю, что я сделаю на этот счет еще и еще, потому что я хочу и по бижутерии что-то пересмотреть. Так что, если вам интересно, то ставьте лайки. Будем продолжать эту рубрику по стилю. Всем пока. До новых встреч на моем канале. Пока-пока.